После длительного перерыва в Московской областной думе вновь собрались члены регионального полицсовета. Главная тема, конечно, подведение итогов за последние шесть месяцев, особенно во время самоизоляции. В марте был введен ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Однако непростые условия не повлияли на реализацию запланированных мероприятий. Большинство местных отделений политической партии «Единая Россия», несмотря на объективные трудности, справились с поставленными задачами, сумели быстро приспособиться к новым непростым правилам. Год был насыщенный на события, на сложные ситуации, которые пришлось пережить. И, конечно, проводя анализ, мы еще сегодня раз отметим тех, кто участвовал в реализации помощи всем нуждающимся в момент пандемии. За это время партийным отделением была проведена большая работа. Это помощь нуждающимся в трудной жизненной ситуации. В работе были задействованы более пяти тысяч волонтеров от местных отделений партии. Областные депутаты «Единая Россия» посетили больше двух с половиной тысяч жителей Подмосковья. За счет личных средств они покупали нуждающимся продуктовые наборы, медикаменты, детское питание и средства индивидуальной защиты. Также безвозмездно предоставляли для организации волонтерской работы транспорт. За эту работу особо отличившиеся муниципальные образования были отмечены почетными грамотами. За плодотворную работу был награжден секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов городского округа Мытища Андрей Гореликов. Очень приятно, что в том числе отмечено наше местное партийное отделение. Это признание заслуг всех наших членов партии, которые у нас больше, чем полторы тысячи, всех наших рядовых членов в первую очередь, потому что только в единении нашей силы. В честь празднования 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье состоялась часть запланированных мероприятий. Многое было переведено в дистанционный формат. Акции «Звонок ветерану», «Мобильные бригады помощи», «Бессмертный полк в каждый дом» и «Бессмертный полк онлайн». А 3 сентября Московская область присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы». Более 80 тысяч участников по всей Московской области. О достижении, установленное при написании диктантов Крокус-экспо, было внесено в Книгу рекордов России. Во время заседания также были обозначены приоритетные направления работы на ближайшее время. Одним из главных является реализация новых проектов. Надо двигаться вперед, и надо делать дела, и надо вместе вести страну к лучшей жизни. Алла Сталаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.